Доброго времени суток, дамы и господа! По многочисленным просьбам представляю вам видеообзор радиометра STORA-TU новой модификации. Итак, для тех, кто не знает, что такое STORA-TU, я позволю себе зачитать описание с сайта производителя. Но перед этим мы включим прибор. Включаем. Путем нажатия на кнопку режим. Правая кнопка. Значит, STORA-TU это компактный поисковый прибор с телескопической штангой для оперативного обнаружения и локализации источников гамма- и бета-излучений. Благодаря встроенным четырем счетчикам Гейгера-Мюллера для оперативной оценки гамма-фона достаточно всего лишь 5 секунд. Задумайтесь, достаточно короткое время. Большой дисплей с люминесцентной подсветкой позволяет одновременно показывать единицы измерений, погрешности измерений, пороговый уровень и реальное время. Наличие аналогового индикатора интенсивности излучения облегчает локализацию источников излучения. В приборе имеется встроенная память на 1200 измерений и 999 объектов исследований. Перейдем теперь к основным техническим характеристикам прибора. Кому это интересно. Значит, диапазонные измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучения от 0,1 до 999 микро-зиверт час с погрешностью плюс-минус 15%. Диапазон измерений плотности потока бета-частиц от 5 до 100 тысяч частиц на сантиметр квадратный за минуту. Погрешность данного измерения до 20%. Энергетические диапазоны измерений и энергетическая зависимость. По гамме и рентгену от 0,05 мев до 3 мев с погрешностью плюс-минус 25%. По бете от 0,5 мев до 3 мев. Дискретность программирования пороговых уровней. Мощность дозы от 0,01 микро-зиверта в час по плотности потока, то есть по бете, от 0,01-10 в 3 распадов сантиметр квадратный за минуту. Время непрерывной работы от элементов питания. Две с половиной тысячи часов. Задумайтесь, пожалуйста, над этой цифрой. Вряд ли какие-то современные аналоги позволяют хотя бы приблизительно подобраться к времени автономной работы 100 РТУ, которая составляет две с половиной тысячи часов. Все это достигается тем, что в приборе используется достаточно большой дисплей, но он не цветной. У него алюминисцентная подсветка. Диапазон рабочих температур от минус 20 до плюс 50. Прибор получился достаточно увесистый, потому что его масса составляет порядка 450 грамм. Но данная масса является платой за то, что в приборе реализован пылевлагозащищенный корпус по стандарту IP54. И габариты прибора составляют в миллиметрах 160 на 75 и высота прибора 35 миллиметров. Итак, пройдемся по теперь особенностям прибора. И я прокомментирую данные особенности прибора. Ну, во-первых, имеем мы 4 счетчика СБМ-20, 4 газоразрядных счетчика Гейгера-Мюллера типа СБМ-20. Предыдущая стора ТУ тоже имела 4 счетчика, но доступ к счетчикам в предыдущей сторе был достаточно тривиален. Необходимо было оттянуть крышку блока счетчиков, и тогда мы получали доступ к блока счетчиков. В данной модификации для того, чтобы получить доступ к блока счетчиков, используется крышка с резьбой, что, конечно, не может не радовать. Данный конструктив гораздо, мне кажется, более устойчив, нежели просто обыкновенная крышка. Также на обратной стороне прибора вместе с крышкой блока счетчиков мы видим абсолютно аналогичное резьбовое соединение для доступа к батарейному отсеку. Если в предыдущей сторе ТУ использовалось в качестве батареек два элемента питания типа размера АА, которые вставлялись в кассету, как я понимаю, наследство от того, что стора должна была питаться от кроны, то здесь мы имеем более распространенный типо размер батареек. Это три АА, три буквочки А, прошу прощения, вот за оговорку. То есть, если по-народному, то обыкновенные мизинчиковые батарейки. Не пальчиковые, а мизинчиковые. Ну, с обратной стороны, мне кажется, все. Батарейный отсек. Отсек со счетчиками. Сбоку есть резьбовые гнезда для того, чтобы можно было одеть траверсу и использовать дозиметр с телескопической рукоятью. Поэтому более дозиметр переворачивать не будем. Перейдем к фронтальному его обозрению. Будем говорить так. Итак, что мы имеем? Ну, следует отметить, что действительно, индикатор в сторе ТУ новой модификации имеет очень большие цифры. Очень легко читается при любой погоде. И солнечной, и при условиях работы в помещении. На индикаторе одновременно выводится единица измерения. Вот мы видим микрозиверты в час. Погрешность измерения в данном случае 24%. Пороговый уровень, при превышении которого будет срабатывать сигнализация. Вот мы имеем в данном случае 30 микроэнген в час. Текущее время 16.36, например. Индикация батареи. И мы видим, что у нас срабатывает звуковая сигнализация. Также имеются аналоговые 12-сегментные индикаторы интенсивности регистрируемого типа излучения. Как вы видите, я прошу прощения, что сейчас стора ТУ показывает фон в 12 сотых микрозиверт в час. Вот что соответствует 12 микроэнгенам в час. И сегменты на индикаторе загораются максимум первых два сегмента. Вот сейчас пусто. Вот сейчас один сегмент загорается. Теперь я сделаю вот такой вот опыт. Возьму 4 источника К3А. Как мы видим, стора уже на них реагирует. А теперь мы положим блок счетчиков на данные источники. Сработала сигнализация моментально, стора зарегистрировала. Ну а как мы видим, уже сегментов гораздо больше загорается. Загорается порядка трех сегментов. Таким образом, 12-сегментный индикатор интенсивности регистрированного излучения позволяет локализировать источники, как вспомогательный. Отложим стору ТУ. Уберем источники. И движемся дальше. Возможно запрограммировать прибор, для того, чтобы он измерял до тех пор, пока не будет задоступна или пока не будет погрешность. У нас заведомо за введенная в прибор погрешность, возможно осуществлять измерения. Что еще? В памяти прибора хранится 1200 измерений, если мы их вводим, и 999 номеров объектов исследования. Очень хорошая функциональная возможность. Это возможность сопряжения сторы ТУ с персональным компьютером, либо же с компьютером под управлением операционной системы Android. Есть у нас в Google Маркете программное обеспечение GS EcoTest. С помощью этого программного обеспечения можно скоммутировать прибор с смартфоном, и тогда у нас прибор будет выступать в роли детектора. А всю информацию мы можем выводить на экран нашего смартфона, либо же планшета, и производить все манипуляции с экрана, соответственно, телефона, либо планшета. Есть у нас три независимых измерительных канала. Это гамма, бета и время выводится. Это будильник, это режим коммутации с устройством под управлением Android OS. И по кругу мы возвращаемся на первый режим. Теперь, а что хотелось бы отметить? Сигнализацию и... Кстати, сигнализацию можно отключать. Что хотелось бы отметить еще? К сожалению, разочарую тех, кто любит видеообзоры сравнения нескольких приборов. Объясню почему. Сравнивать Стору ТУ с каким-либо прибором, у которого в качестве счетчика... В качестве детектора используется счетчик Гейгера-Мюлера СБМ-20. Глупо. Почему? Потому что у Стору ТУ четыре счетчика СБМ-20. И априори мы будем иметь в этом сравнение фаворита. И этим фаворитом будет Стора ТУ, потому что у нее четыре счетчика. Также глупо сравнивать данную модификацию Сторы с приборами на других счетчиках. С интелляционных кристаллах, будто с людяных счетчиках. Потому что мы уже имеем разницу в чувствительных элементах, в детекторах, в счетчиках. А сравнить Стору ТУ новой модификации с прибором, у которого есть тоже четыре счетчика СБМ-20, мы уткнемся в ситуацию, в которой мы будем сравнивать новую модификацию Стору ТУ и старую модификацию Стору ТУ. И естественно, поскольку в новой Сторе ТУ используется совершенно другой микропроцессор, более современный. И прибор достаточно сильно переработан, то такое сравнение будет не в пользу старой модификации Стору ТУ. Кратненько пройдемся теперь по функциональным режимам прибора. Итак, режим измерения гамма-излучения. Вот пиктограмма значка гамма. Текущий уровень, единица измерения микрозиверт час, погрешность текущего измерения 25%, пороговый уровень 30 мкгч, текущее время. Пиктограмма индикатора разряженности элементов питания. Следующее нажатие на кнопку режим. Переходим в режим измерения уже беты, пиктограмма беты. То же самое, текущий уровень бета-излучения, погрешность сейчас она достаточно большая, но постепенно она будет падать. Единицы измерения 10 в 3 на сантиметр квадратный в минуту и пороговое значение. То же время индикатор батареи. Следующее это текущее время 16.40.12.05.2016 год. Ну, время выставлено неправильно. Следующее нажатие это будильник. Следующее нажатие это режим коммутации радиометра с устройством на базе операционной системы Android. И по кругу мы возвращаемся в первый режим. Вот мне кажется и все, что я хотел рассказать вам о StoryTU новой модификации. Прошу прощения перед теми, кому данный обзор показался несколько затянут. Хотел донести максимум информации. И в конце хотелось бы отметить личные мои впечатления от радиометра. Достаточно увесистый прибор. Но, как я говорил, это обуславливает том, что прибор имеет пылевлагозащищенный корпус по стандарту IP54. К сожалению, это чистой воды радиометр. То есть, накопленную дозу он не показывает. Но, с другой стороны, это может быть даже и хорошо. Потому что в качестве персонального дозиметра использовать такой агрегат достаточно, мне кажется, проблемным. Все-таки практически полкилограмма носить при вот таких габаритах не везде найдется место. В элементах одежды, либо же в сумке носить этот прибор. Ну, под очень большим вопросом. Порадовал достаточно большой люминесцентный экран. Порадовала возможность коммутации с планшетом, либо же со смартфоном. И маленькая ложка дегтя в этой бочке меда. Это цена прибора. К сожалению, цена на данное устройство достаточно велика. Если не сказать огромна, для большинства пользователей. И позволить себе данный прибор смогут, к сожалению, не все. Вот и все, о чем я хотел рассказать сегодня. Благодарю за внимание. Благодарю тех, кто досмотрел данный ролик до конца. Будьте осторожны с источниками ионизирующих излучений. Всем вам благ и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...